Старость может начаться и в 20 лет. Если человек идет на поводу своей жизни, вот не хочется ходить, он не ходит, то будете со временем ходить под себя уже. Понимаете, ходить не хотите, будете ходить под себя. Знаете, что такое ходить под себя? Да. Вот реализованный опыт, отлично. Или пословица есть такая, лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Понятно? Или ходить под себя по-другому. Вот, если вы чувствуете, не можете, вот я заметил в какой-то момент, что я не могу на месте стоять, в очереди, допустим. Но не могу стоять в очереди, все, тяжело. Не могу стоять ни в мести, не могу долго ходить, не могу бегать, не могу поститься. Это старость. И побеждается она тем, что человек заставляет себя жить. А жить означает длительное движение, сидеть в воде, быть на ветру, стоять возле стеночки, терпеть, кряхтеть, учиться посту. Это жить. И поверьте мне, дорогие мои друзья, когда вы блоки пробьете, качество вашей жизни станет намного выше. Вы будете себя чувствовать лучше. У вас будет ощущение молодости, настроения, счастья, работоспособности. Мне некоторые говорят, мне уже 60 лет, я уже не могу работать, мне пора на пенсию. Мне пора очистить организм, а не на пенсию. Мне 60 лет, я сегодня вторую лекцию уже читаю. Первая у меня онлайн была, два-три часа. Сейчас вторая идет. Это 12-й день подряд. Да, он со мной ездит, знает, что я каждый день читаю. И 60 лет нормально. Понимаете, просто если правильный образ жизни вести, мои хорошие. Прочищать организм постоянно. И так сбалансированная жизнь означает заставлять себя двигаться. Теперь еще очень важно знать, как вообще работает эта Вселенная. Вселенную создал Бог. Поэтому она работает великолепно. Каждый человек живет в очень сбалансированном пространстве. И это сбалансированное пространство надо просто изучать. Нельзя вставать после 6 утра. Почему? Потому что до 6 утра человек должен отдыхать, он находится под влиянием Луны. до 6 утра в балансе между Солнцем и Луной Луна сильнее. Луна отдает человеку отдых. Отдых, любовь, спокойствие, гармонию, расслабление. Солнце включает карму или деятельность, активность. Если ты, Солнце, прошло определенную линию, это вот это вот, ну как бы, у нас в организме энергия даже переключается каждые 6 часов. Вот, допустим, 6 часов прошло, энергетика раз, резко меняется в организме. И когда Солнце прошло вот эту линию, то человек должен уже быть на ногах. Потому что, если он уже лежит в постели, то у него начинает копиться сразу же статическое напряжение, нехватка воды, вода сгорает сразу в организме. Потому что Солнце поднимается и заставляет действовать, а ты не действуешь. И оно тебя начинает перегревать. оно испаряет энергию воды в организме. И возникают блоки статического напряжения. Человек становится очень чувствительным. Поэтому, когда человек поздно встает, он, как говорят, не с той ноги встал. А на самом деле, неважно с какой ноги, он просто поздно встал. И он ранимым встает, становится. Его все раздражают. Женщина встала в 9 утра и такая отставит меня. Чего вы здесь ходите? Не фрогайте меня. Почему она становится чувствительной? Потому что она поздно встала. Почему она поздно встала? Потому что хотелось полежать. Почему поздно легла? Лекции слушала. Еще одну. Ну, это всего лишь три дня. А потом надо учиться правильно жить. Мой хороший. Ну, я сплю 7 часов. Вот если в 12 лег, в 7 встал. Час, час, минус идет. А потом я дальше статика, динамика и восстанавливаюсь. А что делать? Если я поздно. Ну, у вас, как бы я вот, если в 11 лег, в 6 встал. Ну, у вас я в 11, где-то к 11 встал. Сейчас я вообще не буду спать полночи. Питер полечу. Ну, то есть, я себе могу позволить, потому что я потом восстанавливаюсь. Когда я дома, я всегда как штык. 10 лег, 5 встал. Все. Без вариантов. Понимаете? Потому что, если человек не нарушает эти вещи, у него потом весь день коту под хвост. Понятно? Максимальное количество пищи надо в обед есть. Солнце максимально светит. Там вот хорошо пообедать. Завтрак должен быть легкий. Зерновая пища, бобовая пища. Не надо утром есть. Молочным можно, потому что молоко вырабатывается за счет света луны. И вечером молоко можно, и утром можно. Потому что луна, когда светит, молоко вырабатывается. Потом вечером доет, и утром коров доет. Понятно? Под какими энергиями продукт созревает, тогда его можно есть. Вот, допустим, овощи созревают под цветом луны. Там, допустим, ночью огурцы вырастают сильно. Все замечают. Кабачки там. Ночью это происходит. А под цветом солнца созревают фрукты. Поэтому с утра можно есть фрукты на восходящем солнце. Зерно созревает при максимальном солнце. Это значит, его в обед надо есть зерно. Вечером зерно нельзя есть, солнце садится, зерно не переваривается. Бобовые культуры тоже не перевариваются. Мясо, рыба вообще тяжелая пища, она вообще плохо переварится. Поэтому ее тоже надо лучше в обед или вообще лучше не есть. Поэтому каждый продукт тоже надо знать, когда есть. Но в целом овощи можно есть днем и вечером. Молочное можно есть утром и днем. Сладкое там, допустим, сухофрукты, фрукты утром и днем. вечером можно есть орехи также. Орехи можно везде есть. И так далее. То есть лучше всего, если у тебя ты в возрасте, делать перерыв на 12 часов и больше питания. Это называется интервальное питание. Вот я поел вечером, следующий раз только в обед. Утром вообще не ем 20 лет уже только воду пью. И у меня чистка идет каждый день. Первый слой чистится и начало второго. У меня в начале второго блок токсинов и он чистится каждый раз. Вот. Ну, тоже это все индивидуально. У меня сильное пищеварение, поэтому ем как маленький слоненок в обед. Я говорю, мы не лошади, нам по ветру хватит. Ну, аппетит хороший, я как бы не ел с утра, поел и потом забыл. А вечером только фрукты. А что делать, если в ночь кушать хочется? А ночью, если кушать хочется, это значит сильное статическое напряжение в организме. Не ночью, а в ночь, если ты снов хочется нарубаться, прямо... Наррубаться, да. Это токсины в организме сильные, статическое напряжение. Это называется холодильниковый террорист. Если человек холодильниковый террорист, ему назначат в воде сидеть, статические упражнения делать и на солнечное питание переходить, то есть поститься на воде, чтобы включилось солнечное питание. И тогда, когда у человека копится вечером статическое напряжение, у него две вещи происходят. Первое, отодвигается укладывание ко сну, у него затрудняется засыпание и сильно сладкого хочется. Когда токсины копятся в организме, у человека очень неудовлетворенность сильная к вечеру. Ее некуда девать, и человек жрет. вы можете даже да, не говорить, вот все, кто толстый, они все нажираются на ночь. Человек не может поправиться, если он нажирается не на ночь. Поправление идет только вечером. Потому что вечером солнца нету, солнце садится, солнце садится, и человек уже не может нормально переварить пищу. А лишний вес это непереваренные токсины, усвоенные. Есть усвоенные токсины, есть неусвоенные. Неусвоенные токсины дают простуды, там разные воспалительные процессы в организме, а усвоенные это лишний вес. Лишний вес это когда организм надо думать, надо избавиться токсинов, и он их складывает в склад, потому что сил нет переваривать пищу. Это недоваренная пища, лишний вес. И почему они недоваренные, солнца не хватает. Солнце садится, вы нажрались, все идет в токсины дальше. Почему человек ест? Потому что у него перегрузка произошла, он заедает перегрузку. И это надо что делать? Прогуляться, в воде полежать, снимать надо на перегрузку другими способами, не жиротвой. Иначе вы свою психическую перегрузку перегводите в физическую. Ее надо убирать, а убирать означает пройтись, в ванне полежать теплой, снять напряжение и спать потом ложиться. а вы ее трансформируете из психической токсина в физические токсины. Потом эти физические токсины копятся. Первая стадия лишний вес, вторая доброкачественная опухоль, третья злокачественная опухоль. Это все стадии накопления токсинов. Если есть лишний вес, жди доброкачественных опухолей. Если есть доброкачественная опухоль, жди уже злокачественную. значит. Если из локачественной, то по Царатову ищи земельку. Камешек какой тебе нравится. Будешь с ним. У меня один знакомый. Олег говорит, вот ты камнями лечишься. Индивидуально подбираешь. Я тоже, говорит, камни индивидуально подбираю. Только разница, говорит, у тебя временно люди носят, а у меня навечно. Я, говорит, тебе навечно подбираю камни. Индивидуальный подбор у него тоже камней. Плит. Надгромных. Надгромных. Вот. Как вы готовите себя ко сну, чтобы в потолку сходить? Я как готовлю? Ну, у меня, я трудно засыпаю. Но у меня есть методики. У меня есть расслабляющая схема. Это такие специальные травы я себе вешаю в браслетик. Потом семена в уши ставлю. Камешки специальные для снятия напряжения. Так, чук, у меня расслабляет. Ну, кроме этого, я просто здоровую жизнь веду, и поэтому засыпаю нормально. Итак, мой хороший, режим дня – это очень важно для сбалансированной жизни. У меня есть лекции по режиму дня. Послушайте, там все написано. Если вы его нарушаете, у вас не будет сбалансированной жизни. Потому что, когда человек нарушает режим дня, у него процессы, психики, работы тоже нарушаются. Вот человек поздно ложится спать, у него копится динамическое напряжение, волевой фактор страдает. Он потом не может себя заставить ничего делать. Если поздно встает с постели, у него раздражительность повышается. Поэтому, в основном, у всех людей на земле копится сразу статическое, динамическое напряжение просто от нарушения режима дня. На ночь обожрался, токсины пошли копиться. Токсины копятся, влияют на настроение. Человек, когда лишние токсины в организме, они ему негатив создают. Они фон негативный, давят на психику. Он такой пессимист по природе, с лишним весом. Надо убирать лишний вес. Лишний вес убирается длительным движением плюс постом. Можно даже поститься на зелень. Если вы не можете поститься, то хотя бы на зелень. Лис салата на блендере взбили и целый день пьете лис салат. На три слоя надо ходить. Это два часа двадцать минут где-то там на три слоя ходьбы. Потому что лишний вес, жир на третьем и на четвертом слое находится. Если три часа двадцать минут, даже глубокий жир рассасывается. Три часа двадцать минут ходить раз в пять дней. И полтора суток поста хотя бы, тридцать шесть часов. Это две ночи и один день. Один день зелень попил, ничего не поел. Раз в недельку. И длительная ходьба, и лишний вес начинает таять потихоньку. Я когда до третьего слоя добежал, я похудел на десять килограмм. И больше не худею, не поправляюсь. У меня вес держится. Восемьдесят килограмм держится. Все, не меняется. Я до пробежки на два килограмма поправляюсь. Восемьдесят два. А после пробежки у меня два килограмма слетает за пробежку. И восемьдесят становится. Вот так вот уже восемь лет вес держится. Понятно? Да, Легенадьевич. Легенадьевич, если стоишь рано, и банды принимаешь, и встать полегкоз, стоя упражнение делаешь, а все равно утром на мультикающихся водителей все равно раздражаешься. Вот у нас сразу очень не культурные. Да моя хорошая. Ну как вам помочь, скажи. Я понимаю, да. Но у вас все равно очень сильное статическое напряжение. Вам надо... Раздражение означает статическое напряжение. Вам надо водички сидеть. Раз или два раза в неделю. Двадцать восемь градусов, семьдесят минут. И статическое напряжение делать. Потому что блоки сильное статическое напряжение в организме. На втором слое вот зажатости, ну эмоции. Чувствительные эмоции очень. Вот. Итак, если человек хочет сбалансированно жить, он должен заставить себя жить правильно. Берете методичку, читаете, дерзаете. Пытаетесь начать все это делать. Через полгодика ваше психофизическое состояние будет уже достаточное для того, чтобы менять свою социальную жизнь. Изменение социальной жизни это не означает пойти на курсы, выучиться новенькие, может там мне повезет лучше. Нет энергии, нет денег. Энергия появилась. Дальше надо понимать, как копить благочестие. Что хочешь конкретно. Хочешь денег? Вон пища жизни записывайся. Помогай людям раздавать пищу. У тебя появится благочестие, потому что есть две силы у человека, которые конкурируют всегда. Есть сила притягательности, которая дает деньги. Знаете, как продажи идут? Даже в булочном магазине человек сам не продает. Он, допустим, директор булочного магазина. Но у него очень сильная притягательность. И все его помощники будут такими же притягательными. Если какой-то продавец будет не такой, он его уволит и возьмет хорошего человека, который ему нравится. И этот хлеб будут все покупать, потому что всем будет он нравиться. То есть у человека есть притягательность и есть жадность. Когда жадность стала сильнее притягательности, то тогда никто ничего не покупаешь, потому что от тебя исходит насилие, жадность. И жадность убирается кормлением людей или заботой о ком-то там, о пожилом человеке. Тоже, тоже, да, животных кормление бездомных. Птичек там. Лучше людей, конечно, если они голодные. Люди – это более благочестивые существа, больше благочестия копятся. Самое лучшее – это святых вообще кормить, храмы отдавать денежку, еще лучше. И когда у тебя жадность уменьшается, доброты увеличивается к людям, то опять начинаются деньги приходить. Если ты хочешь более высокое положение в обществе занимать, тогда уважай страну, в которой ты живешь, уважай власть, уважай культуру. Как один мужчина в Алмате мне сказал, блин, что-то у меня здесь не клеится как-то, нет возможности, нормальная фирма не работает. Я смотрю на него, говорю, а вы приехали в Казахстан, да, вы не местный? Он говорит, я не местный. Я говорю, а вы мусульманскую культуру любите? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, ну вот и все, вот люди вами брезгуют, они вас видят. И мусульманская культура – это вот настроение, среда, в которой человек живет. Если человек среду не любит, то его не любят люди просто. Вот если человек не любит правительство, его любой мент на улице оштрафует, потому что от него пахнет неправильно. Он нюхает, по запаху чувствует, не наш человек. Как я ездил с одним водителем, его милиция останавливает, о, всегда такое, и все хорошо. Я говорю, видишь, ты любишь страну, поэтому у тебя милиция к тебе хорошо относится. Он говорит, правильно ты говоришь. Но как они чувствуют это, понимают, что я люблю страну? Я говорю, а как вот они чувствуют? Он говорит, а у меня фотографии Путина в машине. Они в машину заглядят, опа, все, все, езжайте. Лайфхаг. Лайфхаг, да. Ладно. Практичный парень оказался. Но это факт, это работает, то есть это сравниваю как с собакой. Она злая собака, она все равно не будет кусать того, кто любит ее хозяина. Это я понял, когда в Ужевске я приехал к своим знакомым. У них такой частный дом большой, православные люди такие, слушательные лекции. И он храмик строит, он бизнесмен, храмик православный строил. Сейчас уже давно там не был. И у них была собака, овчарка. Большая немецкая овчарка, такая здоровая собака, крепкая такая. Она такая, есть собачки так. Пи-пи-пи-пи-пи. А есть вау, вау, вау. Вот так лает. Вот, и она вот вторая, вторая категория. И я рано утром пошел, рано встал, пошел молиться на улицу, погулять, подышать воздухом. И сосед выскакивает такой, в мыле весь такой, больные глаза такие. Ай, 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 ай. Я говорю, а плохо спали что ли? Он говорит, вы живы? А я рядом с собакой его стою, глажу ее. И он говорит, у меня собака, говорит, она вчера соседа, сосед чуть-чуть заглянул, говорит, в калитку, она его порвала, говорит, скорая приехала, зашивали потом. У меня собака, говорит, может человека порвать просто, пять секунд. Злая собака, говорит. Я говорю, ну и почему она меня должна порвать, и я к вам хорошо отношусь? Я говорю, сосед к вам хорошо относился? Он говорит, не очень. Собака нюхает, чует. Так же милиционер тоже. Свой-чужой, он чует так, он так, раз, открывает. Свой-чужой, если чужой, он его страхует. Свой, езжай дальше. А кошка? Кошка тоже чует, все чуют. Вот поэтому человек должен любить страну свою, в которой живет. Должен уважать старших. Если человек хочет более высокое положение в обществе занять, он должен уважать старших. Это дает возможность им подняться. Есть еще другие способы. Например, человек приходит, допустим, куда-нибудь в администрацию района, там или города, и говорит, я хочу делать добрые дела. Чем я могу помогать? Он говорит, ну у нас есть там вот такая вот, вот здесь можете помогать. Начинает помогать. Это я вам конкретные примеры привожу из жизни конкретных людей. Проходит время, у человека проверка как бы на работе. Он приходит в администрацию, говорит, я помогать не смогу. У меня, говорит, тут проблемы. Он говорит, ну какие проблемы у тебя? Ну ко мне проверка пришла. Откуда? Ну оттуда-то. Он такой звонит. Слушай, ну и надо его проверять. И все, и проверка закончилась. Ну то есть, помощь начинается. Потом человеку предлагают какую-то деятельность от района там или от города. Госзаказы пошли, сразу другой статус у человека в жизни, другой уровень развития и так далее. Это все называется социальное развитие. У меня есть одна знакомая, она, ну у нее дети аутисты. И она начала там благотворительный фонд, открыла, чтобы детям таким помогать. А потом весь город ее знает, у нее высокое положение в обществе. Понимаете? То есть, через добрые дела человек сильно повышает свой статус. Если он социально активную позицию в жизни занимает. А если он дома сидит возле телевизора и думает, как же мне деньги заработать? Деньги заработать означает благочестие. Они, или у тебя статус повышается и более хорошая должность, это через любовь к старшим, через уважение правительства. Или ты любишь людей в целом. Знаете, у меня один знакомый был, в продажах это сильно помогает, любить людей просто, дружить со всеми. У меня один знакомый был, я работал когда в Москве на Арбате, у меня там был аэрологический центр. Вот, он, рядом у него было ОМ-кафе. Ну, такое кафе, там часть вегетарианской пищи, чая-нибудь с ней вегетарианской. И он, вот каждый человек заходит в кафе, он с ним знакомится лично, он управляющий. Это ему кафе. И он там постоянно торчал, и кто-то приходит, он сразу, добрый день, как вас зовут, проходите, пожалуйста. Лично его усаживают, там бесплатное блюдо ему, как новому клиенту. И вот такое обслуживание, такое крутое. Так у него через три месяца, там очередь в это кафе уже на несколько дней вперед пошла. Понимаете, то есть он просто из-за любви к людям, вот знакомый. И у него все знакомые. Он всех этих людей по имени знал, запоминал их, здоровался, называл по имени отчеству всех. И вот люди приходили как себе домой, им приятно было у него покушать, потому что атмосфера вера семейная создавалась. Я же там в этом ОМ-кафе даже разок по вреде курения лекцию почитал. Хороший для меня опыт был, там люди сидят, курят такие, вечером выпивают. Ну такие, элита Москвы такие, как бы Арбата. И я им лекцию так по-доброму к ним настроился, думаю, Господи, надо людям помочь. И вот так по-доброму. Они смеются, я шучу с ними, они смеются такие. Понравилась им лекция. То есть, когда человек энергетику наладил у себя, следующая стадия — это отвлечь свою психику от себя. Вот человек живет, он постоянно думает о своей жизни. И в это время он тает, его психика тает, потому что мысли о своей жизни — это самая ресурсная трата энергии. И человек в это время теряет силы. Надо думать о счастье других, всем желать счастья, заботиться о ком-то. Понимаете, тогда человек силы копит через людей. Люди его все благословляют, и он копит силы. И вот это вот второе для сбалансированной жизни, второе, что человек должен. Он должен сначала энергетику природы должен копить, а потом должен копить благочестие. И там есть законы свои. Вот, например, если хочешь с детьми наладить отношения, к детям вообще в целом хорошо относись. И ты почувствуешь контакт со своими детьми, начнешь с ними взаимодействовать нормально. Понимаете? То есть второе, что человек должен делать, он должен настраиваться позитивно на окружающий мир. И это очень активная и смелая жизненная позиция. Вот, допустим, ты на работу едешь там, допустим, я в Москве людей учил, говорю, в метро зашел, учись там активную жизненную позицию занимать. Мы разок эксперимент провели, вот с другом зашли в метро, вот так все сдавило, вот так вот нас зажало. И мы с ним вот так вдруг лицом к лицу стоим и шутим. Все такие грустные стоят, такие вот так вот там еду, все выпьем. А мы просто стоим и смеемся. И вот активная жизненная позиция, улыбаться людям. Мы это практикуем во время пробежек. Я всем говорю, вот кого встретишь, желайте людям счастья. Кого встретите, желайте всем счастья. Люди, некоторые отворачиваются. Некоторые, такой, как кирпич, кирпич влетела информация. Все, отскочило и пошел дальше. Некоторые улыбаются. Некоторые тоже желают счастья. Все люди разные. И вот это и есть люди, есть удачливые люди, которые отзываются на доброту. А есть зажатые люди. А есть вообще люди, которые злятся на доброту. Это значит, они в невежестве находятся. И всем надо желать счастья. И вот мы бегаем, всем желаем счастья. Знаете, как классно работает, вот ты тренируешься, не бояться злобы человеческой. Почему люди не улыбаются на улице? Они боятся злобы. Не надо бояться, надо быть открытым. Стараться по-доброму относиться к людям. Я разок в Москве бегу и улыбаюсь человеку. И он такой тоже не улыбается. И он такой, видно, зрение плохое смотрит. Что за знакомый? Думаю, то улыбается значит знакомый. Я приближаюсь. Раз он испугался такой, увидел, что не знакомый. А я все равно улыбаюсь. И мимо пробежал, а я бегаю туда-сюда там. Потом бегу назад, пробегаю мимо, там ручкой помахал. На следующий раз бегу на него опять, улыбаюсь. И он улыбается уже. Уже знакомый. Все. Разок в Самаре, просто не в эту поездку. В эту поездку вообще никого не было. Там было минус 26. Мы от них бегали. Там с собаками люди пришли попозже. В Самаре бегу, бежим. Мы всем радуемся, улыбаемся, желаем счастья. И мужчина стоит такой там на набережной. Мы ему говорим, с добрым утром. Он такой, с добрым утром. Пробежали назад, бежим. Опять, с добрым утром. Он говорит, я с вами уже поздоровался. Такой. В следующий раз бежим назад. Опять смотрит и отошел от нас, короче. Уже не хочешь с добрым утром говорить. Ушел, короче, встал подальше. Стоит смотрит. А мы со всеми здороваемся. И все с нами здороваемся. И мы уже на десятый раз, когда бежим, он подошел такой и ждет нас уже. Пробегаем мы, мы говорим. С добрым утром. С добрым утром. Он такой же. Прочистился. Энергетически прочистился. И начал уже отвечать. В Москве тоже люди по-разному. Один парень ходил тоже там. Вот когда люди спортом занимаются, они лучше реагируют. Один парень ходил. Мы на третий раз, когда мимо него пробегали, он уже сам начал орать. С добрым утром! Ура! Такой. Ну, искренне кричит, радуется нам. А потом, мы когда бегать перестали, он подошел, говорит. Вы откуда? Я хочу с вами, говорит. Они ему лекции дали, адрес. Он пришел на лекции потом. Вот. Один раз в Краснодаре утром бегаю. Побежали. И смотрим, девушка тоже бежит. Я думаю, удивительно. Вот люди лекции не слушают и знают, что надо бегать вот интуитивно, наверное. Она в наушниках такая бежит. И мы навстречу бежим. Я такой, с добрым утром она. Олег Геннадьевич! Я вашу лекцию слушаю. Потом, там на турник тоже один парень подошел. Мы тоже на турник решили позаниматься. Тоже с утра парень на турник. И он такой смотрит. Так, стойте здесь. Я за женой. Она как бы слушает лекции. Она сейчас будет вообще в шоке. Я думаю, два человека попалось и слушают лекции. Что остальные делают? А там, короче, это такой, ну, комплекс такой жилищный. Ну, много-много квартир. И никто, никого на улице нет. Только два человека, которые слушают лекции. Печально? Вот. Ну, то есть, вот это вот настроение. Я желаю всем счастья. Она так классно вообще, вот. Такую силу социальную дает. Человек становится другим. Я потом начал вспоминать, как я экзамены сдавал в инстуке. Я все начал анализировать потом. У меня мой знакомый, ну, вместе мы в одном общежитии жили, молодой человек. Он очень уважал преподавателей. И он никогда не желал себе никаких отметок. Он учил все. Самое главное. Он не учил все там, не зубрил. Самое главное зубрил. Учил. По нескольку раз повторял. А я старался все быстрее прочитать. И все забывал, короче. Потом, когда приходил, я преподавателей боялся. Я на них смотрел. И у меня такое. И они, короче, мне всегда тройки там ставили. Ну, в лучшем случае четверку. А он приходит такой, улыбается им. Очень вежливо с ними общается. И они ему дополнительные вопросики хорошие. И потом пятерочки ему ставят. Даже если он не знает, они все равно его выводят на тему. Я думаю, нифига себе, ну как так получается? На депятерки, короче, а у меня один тройки. А это зависит очень сильно от благочестия человека. Насколько человек любит людей. Вот эта способность быть успешным в жизни, это очень сильно связано с любовью к людям. Есть разные виды любви. И в зависимости от того вида любви, который у тебя есть, то у тебя и деятельность получается. Поэтому человек должен очень превозмогать себя. И наоборот, когда плохой период прошел, тебя рубануло, психика у тебя зациклилась на себя, и сразу же продажи пропадают. У тебя портятся отношения на работе. Сразу ты проседаешь в деятельности. Все начинает валиться, потому что у тебя энергетика пошла не туда. И от тебя вот это счастье не исходит, а людям это не нравится. И у тебя сразу пропадают возможности. Итак, для баланса нужно сначала научиться заставлять себя жить. Не будет заставлять, будете все время гаснуть, гаснуть. И потом уже надо будет утку покупать, открывать. Работа закончится. Это реально так работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok